Вы вот процитировали в начале передачи Сатановского с Захаровой. Но это ведь и что происходит? Человек с говорящей фамилией Сатановский является надежным пропагандистом, который использовался российскими телеканалами все время этого конфликта. Тем не менее, сейчас вдруг вот он такую сделал эскападу, значит, там наехал на высших руководителей, то есть такой, в общем, мегафронда, такой, что называется, профессиональная сволочь. Но, тем не менее, это все произошло. Почему? Ну, потому что он вот в этом вопросе, то есть он, безусловно, находится на произраильской стороне, будучи руководителем еврейского конгресса. Да, то, соответственно, он уже не может тут колебаться. Для него вот этот вот раздел, он, соответственно, оказывается на другой стороне. Кстати, о, скажем, принадлежности этнической, которую регулярно упоминает Соловьев свою, да, он вот недавно снова заявил, что он-то сам еврей, напомнил вернее, и говорит, если бы не война против Украины, то я бы сейчас поехал защищать Израиль от террористов. Да, то есть, с одной стороны, он утверждает, что нужно защищать Израиль от террористов, с другой стороны, в этой же программе он предложил действовать России, точно так же, как в свое время действовал Израиль. То есть, дать жителям Харькова, Одессы, Киева, там, три дня на то, чтобы, мирным жителям, чтобы выехать, а дальше, говорит, квартал за кварталом уничтожать эти города, если мы не можем их взять. То есть, вот человек, вот как это в нем живется? С одной стороны, говорит, надо с терроризмом бороться, с другой стороны, через 15 минут говорит, что надо действовать террористическими методами, значит, на территории другого государства. Да, ну, слушайте, там, в общем, у людей давно и логика, и моральные принципы, они ушли. И, да, тот же самый Соловьев, он там цепляется за какую-то вот соломинку, он очень любит подчеркивать о том, что, значит, он еврей, и вот он, значит, против Навального не потому, что тот против Владимира Путина, а потому, что тот, значит, националист, участник этих русских маршей. И, соответственно, ну, как бы из этого делается предположение, что он антисимий, тоже, хотя, по моей информации, это не так. Вот, но этим он там всю эту историю обосновывает. Тут тоже он пытается там примазаться к какому-то делу там западного мира, чтобы сказать, что я там не совсем конченый, да, то есть вот не надо, наверное, совсем списывать. Ну, конечно, ему это не поможет, он, Гитлер тоже любил детей, то есть вот это его не спасло. Вот о антисемитизме тоже, да, вот Россия одна из немногих таких, скажем, ну, по крайней мере, Путин один из немногих лидеров, с которыми говорил Нетаньяху в начале этой войны, но при этом Путин не выразил, по крайней мере, публично свои, значит, какие-то слова поддержки Израилю, там, слова соболезнования из-за более тысячи погибших, более полутора тысяч, если я не боюсь на данный момент. Вот, и до этого, знаете, мы вот обсуждали тоже, по-моему, может быть, даже и с вами о том, что Путин позволял себе последнее время какие-то высказывания, которые такие с запахом антисемитизма, мы помним там, значит, и про российского олигарха, который якобы взял себе в Израиле имя Моша Израилевича, помним до этого его, значит, высказывания по поводу родства, ну, этнической принадлежности Владимира Зеленского к, значит, к еврейскому народу, и что, мол, значит, президента Украины поставили Соединенные Штаты, чтобы оправдывать неонацизм и преступления против человечества на территории Украины. А в целом, да, вот, Путин, вы вот, как считаете, действительно антисемитизм в нем есть? Можно ли сказать, что вот та сторона, которую выбрала Россия, может иметь какую-то подоплеку антисемитскую, именно которая исходит из Кремля? Ну, да, смотрите, я все-таки, хотя меня очень часто за это мои израильские друзья критикуют, но я все-таки считаю необходимым разделять две вещи, да, там, антисемитизм или, там, даже совсем точнее говорить, юдофобию. Да, то есть антисемитизм. Потому что существует большое количество людей, которых я знаю, которые ничего против евреев, как таковых, не имеют, да, то есть, тем не менее, которые в противостоянии Израиля и арабского мира стоят, тем не менее, на стороне арабского мира. По самым разным причинам, я в данном случае не даю никаких оценок, просто, то есть, антисемитизм это вообще какой-то, то есть, там, животное, пещерное предрассудок, да, который есть, ну, там, он точно такой же, как расизм, например, там, или еще что-то, что-то, что-то похожее, да, вот, другое дело, это вот такая политическая позиция. Путин в своей практике всячески, всячески всю жизнь старался помогать еврейской диаспоре в России. И всячески старался выставлять ее своим союзникам. И действительно делал там очень многое, и на самом деле ему, к сожалению, да, то есть, вот, еврейские разные общественные организации платили тем же, это одно из его таких существенных международных лобби, особенно на Соединенных Штатах, вот, там, разные еврейские круги. С другой стороны, политически Россия находится, конечно, на стороне арабского мира, а не на стороне Израиля. И это, там, какое-то время от этого вот принципа отходила Российская Федерация после распада Советского Союза, да, но потом вернулась вот на эту вот советскую традицию, что, типа, Израиль часть западного мира, а раз это часть западного мира, то мы, значит, автоматически тем самым против, и наши союзники это, вот, арабские страны. Но, конечно, это не ушло настолько далеко, то есть, если в Советском Союзе Израиль вообще отождествлялся там Соединенными Штатами, то, значит, сейчас это все-таки отдельная, значит, считается единица, что, ну, то есть, абсолютно правильно. Но, тем не менее, все равно та, которую надо сдерживать, на противоречиях, с которой надо играть всячески. И Путин, поэтому, и занимает сейчас вот такую вот позицию, значит, вот между струек как-то пройти. Понятно, что если он скажет хоть что-нибудь, что он там сочувствует целям Хамаса, он потеряет тут же, значит, все свои наработки всех своих лоббистов еврейских, да, автоматически. Но, с другой стороны, если он хоть скажет хоть что-нибудь, что там Израиль в этом конфликте прав, тут же будет разрушена вся та вот эта вот конструкция, которую российская дипломатия выстраивала в прошлом относительно арабских стран. Да, я понимаю, о чем вы, Илья. Вот тут еще, кстати, эту неделю, если мы говорим о Ближнем Востоке, нельзя не подводить итоги этой недели и не вспомнить обращения к нации президента США Джо Байдена. Очень много он говорил о параллелях между Украиной и Израилем, между Хамасом и Путиным. Он сравнивал напрямую Хамаса и Путина и даже говорил, что они представляют, мол, разные угрозы, но опасно одинаково. У них есть кое-что общее. Они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Это цитаты. Ну и далее Байден заявил, что история учит тому, что когда диктаторы не платят за агрессию, они приносят еще больше хаос, террора и больше разрушений. Ну, речь была достаточно вдохновляющая, конечно, даже более вдохновляющая, чем я ожидал, даже чем более ожидали некоторые критики Байдена, с которыми я общаюсь на этом канале. Однако вот прям действительно очень много параллелей было проведено между Украиной и Израилем. Самое главное между Хамасом и Путиным. В целом, да, можно ли считать эту речь определенной новой отправной точкой в отношениях между Соединенными Штатами и Россией на фоне войн в Израиле и Украине? Ну, если брать ее дословно, воспринимать ее буквально, то действительно это звучит как некий вообще новый этап, там много чего сказано. Да, то есть, фактически провозглашена война до победного конца. Вопрос только в том, а имел ли в виду Байден то, что он сказал в этой речи или нет? Или это были просто, значит, такие красивые словесные построения? Здесь, мне кажется, надо подождать и посмотреть, что за этим реально последует. Значит, первый шаг, который мы видим, он вызывает серьезную надежду и оптимизм, потому что, значит, те деньги, которые заброшены сейчас Байденом в Конгрессе, там больше чем 100 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов на Украину и 30 миллиардов на Израиль. Вот. Это вызывает оптимизм, да, то есть, что это действительно, это и символически видно, что это один процесс, и это большие деньги, и он намеревается, соответственно, это пробить через этих самых конгрессменов, и, ну, это там можно только приветствовать. Изменится ли в то же самое время их риторика по отношению конкретно Украино-Российской войне, потому что пока по-прежнему американская администрация в своих реальных конкретных действиях стояла, во-первых, на позиции отрезания хвоста по кусочкам очень постепенного, да, то есть, во-вторых, никогда не рисковала сказать, в чем же, собственно, конец этой войны. То есть, никогда не рисковала говорить о том, что, да, наша задача, там, победить Кремль, победить Путина, там, победить Россию, ничего подобного, то есть, не говорилось никогда. Наша задача не дать Украине проиграть, вот что они, значит, говорили все время. И поэтому даже вот только что было обращение глав международных комитетов Конгресса к администрации Байдена о том, что, ребят, давайте как бы обозначим цели войны, давайте там обсудим вот эту вот самую стратегию, давайте сформулируем то, что говорят американцы, end game, да, где вот та точка, где это все должно закончиться. Да, вот, то есть, Владимир Зеленский, например, говорит о том, что победа Украины – это освобождение территории до границы 91-го года, да, что мы имеем в виду под победой, когда эти слышим слова из уст представителей Белого дома, вы об этом говорите? Да, я говорю об этом, и мне, честно говоря, вызывает определенный скепсис, формулировка, которую говорит президент Зеленский, не потому что она неправильная, да, то есть, а потому что, на мой взгляд, в реальной войне последовательность будет другая. Ну, во-первых, с моей точки зрения, пока у власти в России находится Путин, эта война не закончится, она так или иначе будет продолжаться, и даже, то есть, значит, если Украина выполняет эту задачу освобождения своей территории в границе 91-го года, это не означает окончание войны, это означает, что линия фронта, она проходит по государственной границе 91-го года, но это остается линией фронта, то есть, соответственно, без того, чтобы сменилась власть в России, эта война, на мой взгляд, не закончится. И второе, на мой взгляд, гораздо проще сменить власть в России, чтобы закончить войну и освободить Украину в границах 1991 года, чем освободить Украину в 1991 года и после этого заниматься сменой власти в России. То есть, на мой взгляд, освобождение одного, скажем, отдельно взятого Крыма, это более выполнимая задача, чем зачистка всего Донбасса со всеми вот этими укреплениями и так далее. Вопрос, какой ценой можно добиться вот такого механистического освобождения страны в границе 1991 года. Поэтому все-таки вот эта Кащеева игла, она находится в Москве, и ломать ее надо там. И возвращаясь к Соединенным Штатам, и вот вы, говорите, обратились к Белому Дому, чтобы наконец-то было понимание вот эндгейма, да, и в целом сейчас оно есть вообще у Соединенных Штатов, как вы считаете? Нет, я уверен, что нет. То есть, я уверен, что нет, и они до сих пор даже боялись это обсуждать. Вот там сейчас что-то, я вижу, меняется с точки зрения там настроения самой американской элиты политической, да, вот появился этот вот запрос. Вот поэтому было это письмо Маккола там и так далее, потому что они хотят уже сейчас, чтобы, но они при этом все смотрят, а кто же из нас там будет первым, кто будет это обсуждать, да, кто рискнет поднять эту тему. Я сейчас считаю, что вот подходим к критическому моменту, когда масса вот этого, значит, интереса будет больше, чем сопротивление, осторожность, которая идет из Белого дома. На фоне того, как Кремль поддержал арабский мир в противостоянии с Израилем, вот проходит такая довольно быстрая, скажем, исламизация России, на нее обращают внимание не только наши зрители, но и ряд моих собеседников на этом канале. Далее, ну вот давайте для наших зрителей напомним, значит, ну, во-первых, на новой купюре в тысячу рублей будет место православных крестов Ярославля, будет изображена Казанская башня с полумесяцем. Далее, самая большая мечеть должна быть построена в Москве, после этого, значит, Грозный выбран культурной столицей России 2025 года. Но еще вдобавок, фабрика кондитерская Красный Октябрь теперь сделала Аленку и птичье молоко, значит, халяльными, допустимыми для мусульман. Ну, да, последняя, конечно, это уже больше в шутку, но все же, да, то есть можем ли мы говорить о том, что сейчас идут определенные какие-то процессы в России, и плюс еще и Кадыров ведет себя так, как будто ему можно не просто все, а прям вот совсем все. Могут ли это быть сигналы, скажем так, направленные не на конкретно там Кадырова, образно говоря, а действительно на какой-то мусульманский, на арабский мир? Ну, посмотрите, вот у нас, скажем так, это такая прям большая часть нашей культуры тоже. Ну, да, смотрите, если абстрагироваться, так скажем, от политических вопросов, а просто стоять на позиции нормальной человеческой, то в Москве 30% сейчас населения мусульманское. Вот это несколько миллионов человек, у них реально нету достаточного количества объектов культа, поэтому когда там священные дни вокруг вот нескольких мечетей, которые есть, а сейчас в Москве уже есть огромные мечети на самом деле, только, то есть вот их просто всего несколько штук, там гораздо было разумнее иметь несколько поменьше в разных частях города, потому что там, где вот у этих вот главных мечетей, там, то есть вообще просто менты все перекрывают, там, значит, улицы все становятся пешеходами, потому что такая огромная толпа, которая туда, соответственно, приходит. Это просто ненормально, да, то есть вот. И, конечно, вот вся эта история, это результат той трудовой, прежде всего, политики, которую выстраивала российская власть все 30 лет, то есть вот эта вот исламизация Москвы, количество мигрантов и так далее, это прямой результат экономической политики, да, то есть не политической политики, а именно экономической политики, да, то есть, ну, в итоге вот есть то, что есть, да, и, соответственно, если мы хотим, там, мирного существования этих общин в Москве, то, конечно, надо идти им навстречу. Но есть вопрос более широкий уже, то, что очень много обсуждается, например, в Украине, там, распадется или не распадется Россия, там, после военного поражения. Ну, так вот, значит, вот все вот эти вот действия, про которые вы говорите, в том числе халяльная Аленка, да, то есть вот это действие, которое власть предпринимает о том, чтобы распада не было. Значит, и это правильно, в этом смысле политика, надо делать шаги, чтобы люди не были друг другу врагами. Но только вопрос в том, что после всего того, что они делали, там, по чеченским войнам и по грабежам региональных бюджетов и так далее, никто Аленкой не удовлетворится, я боюсь.